Привет, это Алексей Навальный из Фонда борьбы с коррупцией. Хочу вам рассказать о нашем последнем расследовании, которое нас так поразило, что мы решили даже это видео записать. Ну а получилось вообще расследование благодаря вот такому горге. Из наших расследований вы уже много знаете о вице-премьере Игоре Шувалове. Мы нашли его квартиру в Лондоне, замок в Австрии, родовое гнездо в Заречье, несколько незадекларированных квартир на Косыгина, ну и, конечно, царь-квартиру в Высоткино-Котельнической, жемчужину его коллекции. Одной недвижимости у Шувалова мы нашли на сумму 100 миллионов долларов. Это по самым скромным оценкам. 6 миллиардов рублей. И это не просто недвижимость, это самая шикарная недвижимость с историей, с излишествами, с роскошью. А ведь есть еще автомобили, задекларированы. Ягуар, раритетный лимузин Зил, Майбах, но и то, что осталось за пределами декларации, Роллс-Ройс Фантом за 40 миллионов рублей. Очевидно, что чиновник Шувалов ведет исключительно шикарный образ жизни. Кажется, что здесь уже больше нечем удивить, но мы нашли еще кое-что. Самолет «Бомбардье Глобал Экспресс» – один из лучших и самых дорогих бизнес-джетов. Стоит более 50 миллионов долларов. Но вот какой фокус. Хозяев самолета не найти, собственник прячется за офшорами. Мы знаем только номер борта. По нему все передвижения этого частного самолета можно отследить на специальных трекинг-сайтах. Просто забиваем номер и смотрим, куда летал самолет последний год. И вот что мы обнаружили. 30 мая самолет летит в Казахстан. На следующий день Игорь Шувалов появляется там, на заседании Евразийского совета. Вот он, по правую руку от Путина. А до этого самолет 18 мая приземлился в Сочи. Там Шувалов участвовал в саммите «Россия-Осеан». А вот 16 декабря 2015 года самолет долетает до Пекина. А 17 декабря вице-премьер участвует там в переговорах с китайскими коллегами. Ну и, конечно, Казань. Именно там Шуваловы рассмешили квартиры по 20 квадратных метров. Вы только не подумайте, что это правительственный самолет, который полагается вице-премьеру по должности. Нет, Шуваловы такое не положат. Да и посмотрите на самый популярный маршрут – Москва-Зальцбург. Туда самолет слетал 18 раз, иногда по несколько раз в месяц. Это Шуваловы ездят на дачу. Нигде и никогда Шувалов не упоминал этот самолет. Ни в официальных декларациях, ни в интервью. Хорошо, давайте объективности ради поверим вице-премьеру. Нет у него самолета в собственности. Но тогда получается, что он его арендует. Безо всяких проблем можно узнать, сколько стоит аренда такого борта. Например, в одну сторону до Зальцбурга почти 40 тысяч долларов. Таким образом, одна поездка на дачу туда и обратно обходится ему в 80 тысяч долларов. Но это еще не все. Мы взяли и проанализировали вообще все перемещения этого самолета за год. 13 из них совпало с этапремьерскими делами. 18 раз самолет летит на австрийскую дачу. 7 раз в Лондонскую квартиру. Но были и такие полеты, которые объяснить никак не удалось. Например, в Прагу или на Кипр или в Ригу. Самолет летит, а Шувалова там нет. И делать ему вроде там нечего. А теперь самое главное. Садитесь, пожалуйста, поудобнее. Собрав вместе список маршрутов, мы заметили удивительную закономерность. Почти без исключения в эти дни в этих городах проходили выставки собак. И нам сразу стало понятно, кто именно пользуется частным бортом. Это Ольга Шувалова, жена вице-премьера. Она домохозяйка и известна в узких кругах как профессиональная заводчица собак породы Корги. Ее псы – многократные чемпионы с бесконечным списком титулов. Собаки Шуваловой буквально каждую неделю участвуют в выставках и шоу. Ну, давайте и с собаками познакомимся. Это абсолютно реальные имена абсолютно реальных собак Шувалова. Это может показаться смешным, но люди так называют собак. Но что вам точно не покажется смешным – это образ своих собачьей жизни. Шуваловы наняли специальных менеджеров, чтобы заниматься воспитанием и сопровождением Корги. Как минимум двое. Социальные сети этих дам позволяют нам окунуться в роскошный мир королевских собак. Вот 20 июня частный самолет летит в Ригу. А вот и фотография Корги Цесаревича в этот день на рижских улицах. Вот бомбардье прилетает на Кипр. Корги в эти же дни побеждают там на выставке. Самолет в Праге в те же дни и выставкой там же. А вот Англия буквально на днях. Прогулка по Виндзору. Ну и по Лондону, конечно. Вместе с хозяйкой. Как минимум 8 полетов на собачьей выставке. Учитывая среднюю стоимость аренды самолета, только перевозка Корги на эти самые выставки обошлась семье чиновника Шувалова в более чем 40 миллионов рублей. Зальцбург, Лондон, Кипр, Санкт-Петербург, Прага, Хельсинки, Рига. За свою жизнь эти собаки буквально облетели на частном самолете полмира. И вот как это выглядит. Посмотрите, интерьер самолета невозможно перепутать. Это тот самый бомбардье, на котором летает Шувалов. В этой части видео я должен сказать какую-то мораль. Давай, мой дорогой, я тебя уберу отсюда, чтобы ты не слышал всех моих дальнейших проклятий. Мораль заключается в том, что российские чиновники, ну извините меня, они просто охренели. Они уже не сами летают на самолетах, они не детей своих возят на самолетах, они возят на самолетах своих собак. У этих людей настолько много денег, что они буквально бесятся с жиру. Если раньше они воровали и прятали, то сейчас они воруют и тратят эти деньги настолько открыто, что просто швыряет нам в лицо свой роскошный и вызывающий образ жизни. Еще две важные вещи, которые я обязательно хочу сказать. Первое. Пожалуйста, не смейте даже думать, что Путин или правительство, или Медведев не знают об этом. Они все отлично знают, и они сами живут ровно таким образом жизни. И второе, может быть, самое важное. Друзья, вот те, кто голосовали за Путина, те, кто голосовали за Единую Россию, вы сделали так, что чиновники в России воруют совершенно открыто и живут так, как они живут. Пожалуйста, больше этого не делайте никогда. Те факты, о которых мы рассказали в этом расследовании, вы сами понимаете, не увидите ни в государственном телевидении, ни в основных СМИ. Поэтому вы очень сильно поможете нам, если распространите это видео в своих социальных сетях. Большое спасибо. Хочешь лететь на частном самолете? Хочешь, вижу. Хочешь, вижу. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok